Донбасс Ночь в Донецкой Народной Республике, несмотря на всеминские договоренности, прошла неспокойно. Обстрелом подвергались города и поселки ДНС. Есть жертвы среди мирного населения. Артобстрелом подвергались такие города, как Донецк. Удары наносились по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому районам. Именно в этом районе один мирный житель был ранен. По городу Горловка, поселок Спартак, Певский, Октябрь. Но один из сильнейших обстрелов пережил город Докучаевск. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Этот город находится на южном направлении и постоянно подвергается артобстрелам со стороны ВСТУ, так как находится на линии соприкосновения. Практически во всех случаях нарушения режима тишины использовалось орудие, превышающее калибр 100 мм, которые давно уже должны были быть отведены от линии разграничения. Андрей Руденко, Вести Донецка. И вот несмотря на обстрелы и такую тревожную ситуацию, в Донбасс приехала всемирно известная пианистка Валентина Лисица. Уроженка Киева, живет в США и публично поддерживает Народные Республики. За это ей часто угрожают. В некоторых странах даже отменяли ее выступление. Гастроли Лисица начала в Донецке. Репортаж Алексея Баранова. Несколько тысяч кресел установили на дорожках. Тем, кому не хватило места, предоставили газоны главного парка Донецка. На концерт, посвященный Дню памяти и скорби, собрались и горожане, и ополченцы. Собралось огромное количество людей, которые пришли сюда почтить память. Несмотря ни на что, они радуются, они живут. Сегодня здесь даже всемирно известные классические произведения наполняются особым смыслом. Чайковский Рахманин выразил то, что мы думаем. Музыка – это наше духовное наследие, так же, как и наш язык, наша вера. Это то, за что стоит бороться. Это наша история, которую у нас никто не может отнять, никто не может переписать. Под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева в этот памятный день здесь, около монумента героям Донбасса, выступает всемирно известная американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. У Валентины до сих пор два паспорта – американский и украинский. Она непреклонна в своем убеждении, что мир должен знать о ситуации на Донбассе всю правду, а не только то, что тиражируют западные средства массовой информации. На последней репетиции перед концертом, посвященном Дню памяти и скорби, Валентина с улыбкой рассказывает нам о попытках ее украинских коллег переписать и всемирную историю музыки. Коллеги по Киевской консерватории рассказывают на научных конференциях, что Чайковский – это истинно украинский композитор. Ну, можно этому улыбаться, конечно, и шутить, но вот даже в концерте Чайковского он использует украинские народные темы. И это прекрасно. Валентина Лисица еще и еще раз репетирует концерт Великого Рахманинова. Оргестер с фелончелями, скрипкой – это необычайно красиво. У меня даже когда играют, мурашки по коже. Мурашки, как образно выразилась Валентина Лисица, бегли и у благодарных жителей Донбасса. Нас беспокоятся, как нас стараются отвлечь от военных действий. Вы слышите, какие произведения звучат? Перед вами стоят ветераны, которые с большой кровью добыли для нас самое святое – победу. Рядом с ними стоят другие герои. Ваши сыновья, мужья, братья, которые смогли стать на защиту своей семьи, своей земли, своей культуры, своего родного языка. На репетиции Валентина Лисица сказала нам, что будет играть ровно столько, сколько ее будут слушать зрители. И мы видим, что тысячи человек не расходятся. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский, Олег Бондаренко и Михаил Емелин. Вести Донбасс. В Париже в ближайшие часы соберутся министры иностранных дел нормандской четверки. Представители России, Германии, Франции и Украины будут говорить о том, как установить мир в Донбассе. И сегодня же пройдет заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Предложения для нее готовят подгруппы по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам. Минские соглашения – это заслуга России, а война на юго-востоке Украины – геноцид населения Донбасса. Так считает бывший украинский президент Виктор Янукович. Впервые после своего свержения он дал большое интервью западным журналистам. Катализатором переворота стали убийства на Майдане, которые до сих пор не расследованы, подчеркивает Янукович. У меня нет таких фактов, чтобы кто-то отдавал приказ, чтобы кто-то отдавал приказ стрелять в митингующих. Я был категорически против этого. Я считал, что никакая власть не стоит капли крови людей. Поэтому я был против того, чтобы пролилась кровь в Украине. И я сделал все, чтобы в Украине не было войны. Также в интервью бывший украинский президент рассказал, что после переворота именно Владимир Путин принял решение спасти его и вывести из страны. То, что Владимир Путин принял решение по докладу своих спецслужб, это было его право и его дело. Он со мной не советовался. Я ему, конечно, благодарен за то, что он дал такую команду. И нам, моей охране, способствовали выполнить эту задачу, вывести меня и спасти мне жизнь. Между тем, в украинском правительстве разгорелась война между премьером Яценюком и министром экологии. Шевченко обвинил Яценюка в политической расправе, коррупции и отстаивании интересов украинских кланов. И добавил, что премьер назначает на различные посты своих друзей и однопартийцев, замешанных в коррупционных скандалах. Сам Яценюк накануне выступил за отставку Шевченко, назначенного на пост по квоте партии «Батьевщина» по причине частых поездок за рубеж. Но Шевченко считает, что это сделано, чтобы таким образом закрыть рот расоблачителю. Экстренный саммит зоны евро, завершившийся сегодня ночью в Брюсселе, так и не привел к соглашению между Грецией и международными кредиторами. Несмотря на то, что Афины представили новые предложения по мерам бюджетной экономии. Успеют ли политики и финансисты договориться? Ведь до возможного дефолта Афин осталась всего неделя. Из Брюсселя репортаж нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. Дефолт, похоже, откладывается. Греция в шаге от того, чтобы получить 7,2 миллиарда евро обещанной помощи от тройки кредиторов. Плюс дополнительные 35 миллиардов в ближайшие пять лет уже решил выделить Евросоюз. Предложение Алексиса Ципроса добиться профицита в 3% к 2017-му убедили всех. И министр финансов, и доноров. Международный валютный фонд, Европейский центральный банк и сам ЕС. Мы сохраним уровень пенсии и зарплат. Оплатить будут те, кто может себе это позволить. Таким образом мы положим конец кризису. Самое главное, чтобы при этом сохранилась социальная справедливость и экономическая устойчивость. Суть предложений сводится к следующему. В первую очередь повысят налоги для состоятельных граждан и крупного бизнеса. НДС на отдельные категории товаров увеличат, тоже сделают с пенсионными взносами. Плюс введут ограничения на ранний выход на пенсию. Это позволит выручить дополнительные 2,7 миллиарда евро уже в этом году. В Брюсселе такие амбициозные планы назвали детальными, впечатляющими и заслуживающими доверия. Премьер-министр Ципрос заверил нас в том, что Греция намерена серьезно и конструктивно работать. Мы видим, что все стороны переговоров настроены на достижение реальных результатов. Новое предложение Греции — это большой шаг вперед. Решение остается за греческим народом, но это выходит за рамки фискальных мер и касается всей программы поддержки экономического роста в Греции. Налоговая реформа необходима, но нам не нужно было снова встречаться спустя несколько месяцев для решения греческих проблем. Греция должна остаться в еврозоне, все должно быть сделано для этого. Такие же настроения и в самих Афинах. Митингующие развернули у стен греческого парламента гигантский флаг под крики «Мы Европа». Да, у нас есть проблемы в экономике, но возврата к Драхме не будет, это была бы катастрофа. Момент спорный, ведь с начала кризиса страна потеряла четверть национального дохода. Только в этом году больше 8,5 тысяч предпринимателей разорились. Каждый четвертый безработный. Банковскую систему трясет, пока в Евросовете шли переговоры, люди за день сняли со счетов 1,6 миллиардов евро. На фоне этого Брюссель требовала от Греции сокращать социальные расходы и повышать тарифы. 11 страниц сплошных цифр и экономических схем, представленных Грецией, эксперты Еврогруппы будут изучать в ближайшие два дня. Им предстоит решить, верны ли прогнозы греческого правительства. Если да, то шансы подписать соглашение и получить кредит действительно высоки. Это может случиться на внеочередном саммите уже в этот четверг. Анастасия Попова, Лея Бернацкий, Вести из Брюсселя, Бельгия. В Дагестане сегодня ликвидированы два боевика. Рано утром, близ населенного пункта Гимры, бойцы внутренних войск вступили в бой с группой бандитов. Смертельное ранение получил военнослужащий контрактник. Сейчас проводятся мероприятия по поиску и ликвидации оставшихся боевиков в двух районах Дагестана. Введен режим контртеррористической операции. Временно прекращено движение по Гимринскому тоннелю. Американские спецслужбы пытались взломать серверы компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на кибербезопасности. АНБ искало уязвимости в защите российских антивирусов с целью тайной установки на компьютеры пользователей собственных шпионских программ. Об этом свидетельствуют новые документы Эдварда Сноудена, попавшие в руки западных журналистов. Между тем, сегодня ровно два года, как бывший сотрудник ЦРУ, находится в России. Вернуться на родину он не может. А зрители Московского международного кинофестиваля с нетерпением ждут премьеры одного из главных хитов форума документального фильма «Ситизенфо» Правда Сноудена о знаменитом разоблачителе американских спецслужб. В Кабардино-Балкарии, в поселке Терскол, состоялась торжественная церемония захоронения 30 воинов Красной Армии, погибших во время обороны Кавказа в Великую Отечественную войну. Поисковики устанавливают имена героев. Репортаж Андрея Чистякова. В летнем тихом Терсколе непривычно многолюдно. Повод траурный. Во дворе поселковой школы почетный караул. Солдаты века нынешнего отдают почести солдатам самой кровопролитной войны века минувшего. Останки 30 защитников перевалов торжественно предают земле. Их нашли у подножия Ельбруса. Совместная работа местных поисковиков и бойцов горной бригады продолжается уже второй год. Ледовая база, 105-й пикет, это лишь один участок высокогорного фронта. На высоте почти в 4 километра здесь остановили фашистов, рвущихся дальше на юг. Мы нашли платочек шелковый, в нем завернуты 3 монетки по 20 копеек. 1934 года и 1933 года. Ведь этот боец, у которого было в кармане эти монетки, он-то для чего-то их держал. И вот когда соприкасаешься с такими вещами, совершенно в другом плане начинаешь понимать, что и для чего мы делаем. Горы возвращают тело павших героев, но имена их вернуть непросто. Среди личных вещей бойцов, что камни высокогорья оставили потомкам, лишь некоторые сохранили полуистертые инициалы. Именной нож ДНФ, и там на мемориале есть этот солдат. Три буквы на пирочном ноже или солдатской ложке, продолжение работы в архивах. Самое главное у людей, у тех, кто живет здесь, тех, кто участвует в этих мероприятиях, в том числе дети и взрослые, у них появляется понятие того, что никто не забыт и ничто не забыто. Еще 30 солдат обрели покой в братской могиле. До сих пор многие числятся пропавшими без вести. Через месяц снега в горах станет меньше, а значит на ледниках и перевалах поиски продолжатся. Местные энтузиасты и военнослужащие 34-й горной бригады заступят на вахту памяти. Памяти защитникам Родины. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести с поселка Терскол, Кабардино-Балкария.